Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я не уверен, что стандартная модель будет столь же сексуальна, как та песня, которую мы только что слышали, но тем не менее. Давайте мы начнем с каких-то очень простых вещей, которые все вы знаете со школы. Я надеюсь, что вы знаете, во всяком случае, меня когда-то этому учили, что в нашем мире действуют четыре основных взаимодействия. Это гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное. И если вы помните определение школьного учебника, то гравитационное взаимодействие, ответственное за притяжение массивных тел, из-за того, что мы вообще с вами ходим по земле, никуда не улетаем. Слабое взаимодействие ответственно за нестабильность частиц и многие распады. Электромагнитное взаимодействие – это то, что мы все с вами хорошо знаем. У каждого из вас есть мобильный телефон, так или иначе связанный с электромагнитными взаимодействиями. Ну и есть сильное взаимодействие. Нас что ли учили, что это взаимодействие обеспечивает притяжение протонов и нейтронов в ядре и стабильность ядра. И это все правильно нас учили. Только некая тонкость состоит в том, что все эти определения, ну или какие-то из них, они относятся к определенной области масштабов. И на разных масштабах, вообще говоря, силой и те объекты, между которыми они действуют, проявляются немножко по-разному. Вот здесь показана шкала всех наших масштабов, с которыми физика, ну и вообще наука имеет дело, от самых больших, связанных с размером нашей Вселенной. Видите, вот это один метр или десять во второй сантиметр. Это типичный размер нас с вами и окружающих нас предметов. Где-то тут десять в двенадцатых сантиметров или десять в десятых метров, это размеры солнечной системы. Но об этом еще пойдет речь дальше в следующей лекции. Ну и видите, если мы начнем уменьшать эти размеры двигаться вглубь материи, типичный размер 10 в минус восьмой сантиметр, это размер атомов. Чуть тут поближе, десять в минус седьмой сантиметр и десять в минус девятой метра, это знаменитый нано-скейл, нано-размер, нано-масштаб, нано-физики. Ну а мы продвигаемся вот сюда, где-то здесь есть десять в минус тринадцатый сантиметр, это типичный размер протона, нейтрона и, может быть, чуть больше размера ядер. Ну а сегодня предел наших знаний о том, как устроен мир, это то, о чем мы с вами будем в основном говорить, это примерно десять в минус шестнадцатый, десять в минус семнадцатый сантиметр, еще глубже. Удивительным образом, вот в лекции Валерия Анатольевича, вы услышите, как физика вот здесь начинает быть завязана с тем, что мы имеем вот здесь. Это вообще какая-то такая фантастическая история, но она абсолютно правильная. Так, ну вот, смотрите, в качестве такого вам короткого обведения. Видите, во все века мы стремились как-то так проникнуть глубже и глубже в то, из чего состоит наше вещество, начиная от обычных предметов у нас окружающих, которые состоят из атомов, молекул. Каждый атом состоит из некого ядра, устроенного из протонов и нейтронов, и окружающие это ядро электронных облаков. Ну, теперь стало понятно, что сами протоны и нейтроны тоже нефундаментальны, они состоят из более мелких частиц, кварков, и взаимодействие между этими кварками внутри протонов и нейтронов обеспечиваются специальные частицы, называемые глюонами, от английского слова «глю» — клей, которые как бы склеивают эти кварки внутри вот этих вот частиц. Ну, в физике высоких энергий, о которых мы говорим, но это немножко необычно для вас. Выбирается такая система единиц, которая постоянная планка и скорость света, это некие константы, они равны в этой системе единиц единице, и кажется, что, ну, как-то первый взгляд — это что-то такое, не очень, не очень внятное, но на самом деле очень удобная система, потому что в этой системе, помните, знаменитая форма Эйнштейна, е равно mc квадрат, как вот если c равно единице, то масса энергии измеряется в одних и тех же единицах. И очень удобно один раз запомнить для себя вот такой вот пересчетный коэффициент между энергией и расстояниями, и он выглядит как единица на ГЭФ. ГЭФ — это примерно масса протона. Или, там, десять в девятой степени электрон-вольтов. Помните, электрон-вольт — это разность потенциалов, энергия, которая приобретает электрон при прохождении разности потенциалов в один вольт. Так вот, десять в девятой таких электрон-вольтов — это примерно масса протона. Ну, чем замечательно вот это соотношение? Оно замечательно тем, что оно позволяет понять вот в силу соотношения неопределенностей Газенберга, которая действует в квантовом мире, в квантовой механике. И оно говорит о том, что, видите, чем точнее мы хотим определить координаты, то есть, чем глубже мы хотим что-то почувствовать, тем, как говорится, большую энергию мы должны здесь с вами иметь доступной. Ну, и можно легко понять вот из этого соотношения, что если мы с вами имеем какой-то ускоритель или коллайдер, когда столкуются разные частицы с энергией 100 ГЭФ, то это примерно соответствует масштабу десять минус шестнадцатый сантиметр. Один ТЭФ — это примерно десять минус семнадцатый сантиметр. Ну, как вы помните, большой адронный коллайдер, который сейчас работает в Женеве, он как раз работает, собственно говоря, вот в этом диапазоне ТЭФных энергий от одного до десяти ТЭФ. Вот прошедшие сеансы были семь и восемь ТЭФ, сейчас ожидается тринадцать, тринадцать уже начался сеанс, дальше будет четырнадцать ТЭФ. Это вот примерно вот эти вот, вот эти вот расстояния, которые можно будет тем самым изучить, как устроена природа на этих сверх малых расстояниях. Ну, а вот что такое стандартная модель? Стандартная модель — это, на самом деле, вот мы в наших лекциях не устояем повторять, что модель — не очень хорошее слово, чтобы более правильно было бы сказать, что это настоящая квантовая теория боли, такая же, как электродинамика, все время она очень хорошо работает, позволяет учитывать различные квантовые поправки, но, тем не менее, устоявшийся термин — стандартная модель. Так вот, это теория, которая описывает, как устроен микромир вот на таких вот предельно малых расстояниях. Естественно, невозможно вам рассказать за пятнадцать минут выступления детали этой очень красивой теории. Ну, у нас, наверное, на ФИСФАРКе, примерно, годовой спецкурс, плюс еще несколько годовых, как бы, спецкурсов для того, чтобы понимать разные ингредиенты — теория рух, теория поля, квантомеханика и так далее. Но, если быть очень простыми словами, если все сказать, то в итоге все сводится примерно к следующим. Что вот все частицы, из которых устроен весь окружающий нас мир, делятся на три поколения. Первое, второе и третье поколение. А взаимодействие между частицами вот этих вот сюда входящих, в эти поколения, обеспечиваются переносчиками, квантами, которыми как бы обмениваются вот эти вот частицы между собой. Это фотон, галилон, который я уже упоминал, Z-базон и W-базон. Это частицы, которые вот не так давно, ну, сравнительно так давно были получены, и сегодня мы очень много про них знаем. Видите, вот наш мир, вот все мы с вами здесь, мы сами, стулья, я не знаю, ковер, пол, все это состоит вот из этих вот частиц первого поколения. Из У и Д-кварков построены протоны и нейтроны, а из электронов построены соответствующие электронные оболочки. Нейтрино появляется тогда, когда что-то тут нестабильно распадается, например, нейтрон в свободном состоянии распадается в протон, электронная и антиэлектронная нейтрино, и в позитроге антинейтрино, и таким образом нейтрины тоже есть. Ну, а все остальные частицы, они просто так прямо не наблюдаются, но они рождаются в космических лучах или в специализированных экспериментах на ускорителях и коллагерах. Все эти частицы были открыты, все взаимодействия были установлены, и недавно была открыта еще одна частица, о которой мы будем говорить более подробно, это базон Хиггса. Может быть, вы слышали про это. Видите, математически теория, стандартная модель как теория опирается на целый ряд симметрий. Вообще симметрия – это некое ключевое понятие при построении вот таких наук. Ну и, значит, основной является так называемая калибровочная симметрия, которая, в общем-то, выбирается по аналогии с тем, что было нам известно в квант-электродинамике, или просто в электродинамике, даже классической, когда вот этот вот принцип калибровочной вариантности, видите, когда есть какая-то симметрия, то этой симметрии соответствует сохраняющейся величине. Вот, ну, например, там, я не знаю, симметрию относительно сдвига пространства, видите, физика не зависит от того, здесь я стою или здесь, соответствует закон сохранения импульса. Сдвиг по времени, инварято всех законов по времени соответствует закон сохранения энергии. Инварятость относительно вращения, что законы физики одинаковые в каждом вот так вот направлении, приводит к закон сохранения углового момента. Ну, а калибровочная симметрия приводит, в частности, к сохранению зарядов. Мы хорошо знаем, что заряды сохраняются в окружающем нас мире, электрический заряд. Так вот, да, ну и этот принцип позволяет записать в окружающую функцию, неважно, вы вряд ли знаете, что это в окружающем, некую функцию, из которой можно получить законы, по которым развивается та или иная система, и живет соответствующая окружающие вещи. Так вот, такие законы крабинальные, это уравнение Максова. Вы, наверное, слышали прекрасно про вот такое словосочетание уравнения Максова. Так вот, уравнение Максова является следствием вот этого принципа. Ну, а он обобщается на более сложное взаимодействие, оказывается, прекрасно работающим. В итоге, вот эта вот функция, в которой заложено все многообразие всех явлений, о которых мы еще поговорим и вы будете неоднократно слышать в будущем, это, собственно говоря, видите, вся эта функция помещается, вот эта вот церковская майка на спине этой майки изображена, изображено все многообразие окружающего нас мира. Это просто фантастическая по красоте математическая запись. Она кажется исключительно простой. Ну, на самом деле, конечно, не совсем все так просто. И если попытаться понять, что делают ученые, какие детали скрываются за этой простой записью, то возникает очень и очень много очень интересных явлений. Но вот то, что, может быть, вам, как говорится, стоит иметь в виду, или, я не знаю, запомнить, что стандартная модель и вот такая элегантная конструкция, которая в итоге получилась, это одно из наиболее важных интеллектуальных достижений человечества за последние вот 50-60 лет. Это великое достижение. Ну, и за разные аспекты в создании этой теории было выдано примерно, ну, наверное, десяток, если не больше, нобелевских времен. Значит, ну, вот так же, как уравнение массового в часть, а электродинамика — это часть стандартной модели, так же и вот из этих принципов калибровочной симметрии следуют все взаимодействия — сильные, слабые, электрослабые между вот фундаментальными частицами, о которых я вам говорю, кварками и электронами. И поскольку есть принцип, то эти взаимодействия можно проверять и так далее и так далее. И все они великолепно подтверждаются на эксперименте. Вот, вот посмотрите. На этой картинке показано, значит, сечение рождения Z-базона в E+, E-минус соударениях как функция энергии столкновения суммарно. Видите, вот есть великолепный пик, который отвечает, собственно говоря, Z-базону, а вот это среднее значение вот здесь соответствует массе. Ну, чтобы понять, почему здесь пик возникает, это очень просто. Если какой-то резонанс в системе своего покоя... Помните, я равно mc квадрат. То есть, если частица покоится, то энергия просто равна ее массе. Если резонанс покоится и распадается на две других частицы, то его масса равна просто сумме двух энергий тех двух частиц, на которые он распался. Ну, если резонанс, то есть небольшая ширина или какая-то ширина, и в результате получается не просто вот такая линия в спектре, а некое вот такое вот распределение. Пик – это характерная, очень особенность того, как мы наблюдаем частицы в физике высокой энергии. Ну, вот смотрите, другая кривая тоже от исследований на Providery Lab показывает, что это, значит, характеристика такая, вот Z-бозоны рождаются, а распадаются только в кварке. В кварке дальше дают какие-то адроны, и это вот такое вот сечение или вероятность того, что рождается Z-бозон и распадается только в адроны. Ну, она здесь построена как функция количества тех частиц, которые мы прямо не регистрируем, количество нейтрин. Но, видите, чем, значит, вот эти вот распределения, они устроены так, поскольку есть вот ширина таких распределений, чем больше эта ширина, тем становится распределение шире и ниже. Так вот, если вклад дают еще какие-то нейтрино, мы знаем, что у нас стандартные модели 3 нейтрино. Если бы было бы 4, кривая была бы вот так. Если бы было бы 2, кривая была бы вот так. А это, если бы их было бы 3, точки – это экспериментальные данные. Видите, вот здесь, в частности, со всеми ошибками. Потрясающе совершенно согласен. Ну, и, скажем, сечение рождения, сечение – это, ну, грубо говоря, вероятность образования двух дуполевых бозонов. Тоже, там, для разных каналов, если одно учесть другое, и не все то, что имеет место быть стандартной модели, то получается неправильные кривые. А если учесть все, что в стандартной модели дает вклад, то, видите, тоже начинается быть прекрасным это согласие. Но проблема возникает. И она была в свое время в стандартной модели. И она состояла в том, что, видите, великолепный принцип – калибровочная вероятность. Он позволяет нам записать взаимодействие. И все они прекрасно проверены. Но этот же принцип запрещает нам иметь массы для частиц. А мы знаем, что частицы-то массивные. Мы их наблюли, мы их померили, мы прекрасно измерили их массу. Вот Z-базон – масса 90 ГФ. Очень большая – 90 масс протона. А принцип, который мы положили в основу построения нашей тюры, нам не дает так просто массу включить. Ну и, в общем-то, это такая типичная ситуация, которая была известна в физике твердого тела. В частности, вот знаменитая теория Гинсбурга-Вандау, построенная на вот этом деле. И она говорит о том, что можно сделать так, что сами взаимодействия инвариантны, а вся теория не будет инвариантной за счет того, что не инвариантен вакуум. И это называют такими словами спонтанное нарушение симметрии. Ну и в стандартной модели вот этот вот сценарий спонтанного нарушения симметрии реализуется за счет того, что необходимо ввести еще одно дополнительное поле. И оно было введено в свое время в 64-х годах в нескольких работах. Ну и вот наиболее, ну и наиболее там Браут, Энглер и Хиггс соответствующие работы сделали. Ну и об этом мы еще поговорим немножко дальше. Нет времени говорить про историю. Там интересная история всего этого. Так вот, что делает это поле? Поле. Скалярное поле, оно весьма недривяное. В том плане, что потенциал этого поля, видите, имеет минимум не в нуле, как обычно для всех остальных полей, а в какой-то сдвинутой точке. Вот в какой-то сдвинутой точке. И это приводит к тому, что система, любая, квантовая, если она находится где-то здесь, является неустойчивой. И система сваливается вот сюда. Но как только она сваливает сюда, возникает нетривиальный конденсатор, нетривиальный вакуум. Вот с таким вот нетривиальным значением. Ну, это, видите, так, условно изображено. Вот это у нас некий вакуум. И тогда, если какая-то частица, бозонный перифермион, попадает в такой вакуум, ей надо как бы продраться сквозь этот вакуум. И получается так, чем сильнее эта частица взаимодействует вот с этим вот вакуумом, тем как бы ей труднее продраться. И это означает, тем больше будет ее масса, тем тяжелее она становится. Вот это, грубо говоря, очень грубо, но главная идея механизма Браута, Энглера и Хиггса. Ну, а квант возбуждения вот этого поля, таким бозоном может быть и сам, собственно говоря, квант вот этого возбуждения вот этого поля, это и есть бозон Хиггса. И бозон Хиггса, так же, как и другие поля, тоже продирается сквозь свой собственный вакуум и тоже приобретает массу. Это было предсказание, сделанное задолго до того, как, ну вот сейчас мы поговорим, как эта частица была открыта. Ее искали в многочисленных опытах, в многочисленных экспериментах. Найти ее не удавалось. Даже, ну, были придуманы всякие названия для нее. В итоге она стала называться частицей Бога. Но, значит, люди, которые поначалу об этом написали, ее назвали чертовой частицей. Не потому что это как-то связано с чертовой, а потому что ее так трудно было найти. Но чертову не пропустила редакция и, значит, поменяли на божественную. В общем, как бы, ну вот так. И действительно, значит, совсем недавно, в июле 2012 года, в Церне было объявлено о том, что такая частица была найдена. Видите, опять, вот некий пик, новый пик. Вот это Z-Bazon, который мы уже показывали, который я вам уже показывал. Вот это новый, новый такой печок. И вот здесь, в другой моде, в другой коллаборации, вот он тоже, тоже некий печок какой. Вот этот печок и есть вот то великое открытие, которым, может быть, вы уже слышали. Ну, этот день, видите, был таким замечательным днем для всего научного сообщества. Вот это Рольф Хойер, директор Церна, говорит о том, что мы поймали эту частицу. Ну и возбуждение в научном сообществе, а это вот Питер Хиггс. Ну, со временем, ведь что очень важно, неоднократно наблюдаются разные печки в разных экспериментах. И люди очень часто заявляют, что они сделали открытие. А потом оказывается, что ничего особенного-то открытого не было. И очень важно в таких случаях посмотреть, как со временем, по мере того, как статистика набирается, все больше и больше событий оказывается доступным для анализа, что делается с этим печком. Так вот, видите, вот это было, когда печок только открыли. Затем большая статистика была набрана, печок стал повыше. Ну и вот это то, что на сегодняшний день мы имеем в результате анализа всех данных на Большого Адронного Кавадера. Ну, в данном случае коллаборация CMS, ну и Atlas, другая коллаборация имеет такие же картики. Видите, вполне четкий и очень ярко выраженный печок. Ну и не случайно в 2013 году, к сожалению, Браутов ушел из жизни к этому времени, но Энглер и Питер Хиггс были удостоены Нобелевской премии. И вот эта вот формулировка этого, за что, собственно говоря, была данная Нобелевская премия? Собственно говоря, триумф, стандартная модель завершилась в своем построении. Ну и кажется, ну что, все, открыто все то, что было предсказано. И, в общем-то, как бы, и что дальше? Ну и вот тут, вот это то, о чем мы будем как раз обсуждать. В основном, собственно говоря, а что же теперь, что же дальше? Ну, во-первых, выясняется, что пока бозон Хиггса найден, измерены квантовые числа, которые в точности соответствуют тому, что ожидается в стандартной модели. Но вот точность измерения различных мод по отдельным каналам пока очень невелики. И, возможно, всякие другие варианты интерпретации. Например, что это не бозон Хиггса прямо стандартной модели, а легчайший бозон суперсимметричного расширения стандартной модели. Или это смесь фундаментального бозона Хиггса с каким-то бозоном, тоже с близкими свойствами, которые имеют внутреннюю структуру, так называемый композит Хиггс. И вот тут начинается путь в неизвестное. Дальше шаг куда-то, куда мы не знаем. Но мы знаем, что стандартная модель по многим параметрам, ну, как говорится, имеет проблемы. И, в частности, не описывает уже какие-то явления, о которых мы знаем. Ну и не дает ответов на массу вопросов, такие как вопросы, почему, вообще ни на один вопрос, почему стандартная модель не отвечает. Поколение 3. Почему? Вот так. Цвета 3. Почему? Вот так. Потенциал бозона Хиггса устроен вот так. Почему? Ну, вот так он устроен. То есть, чтобы ответить на эти вопросы, нужно что-то еще. Ну, а вот смотрите, значит, в стандартной модели. Вот, у нас есть масса ТОП-Квардра. Это самая тяжелая из всех частиц, найденных до сих пор. 173 гава. Ну, это чуть легче ядрозолота, такой объект. На самом деле, очень тяжелый. Но фундаментальная частица, никакой внутренней структуры не видно. Она ведет себя как точно при всех взаимодействиях. И у нее масса 170 гава. А у электрона масса 0,5 мэла. Почему такая большая разница? Все массы происходят вот взаимодействия с одним и тем же бозоном Хиггса, с одним и тем же вот этим вот вакуумным значением конденсатом. Но одни такие тяжелые. Почему так взаимодействие различается? Что их различает? Ответа нет. Ну, вот Валерий Анатольевич будет обсуждать в деталях то, что во Вселенной существует темная материя. Я не буду касаться. Касаться это вообще. И осцилляция нейтрино. И во Вселенной есть асимметрия частица-античастица. И мы не знаем природу цепы несохранения, которая необходима для того, чтобы такая асимметрия была. Ну и мы не понимаем, почему, собственно говоря, одно из взаимодействий гравитационное. Почему оно оказалось настолько слабее, чем остальные. Это тоже некая загадка. Ответы... Ну, а в самой модели Хиггса тоже есть некая проблема. И она состоит в том, что вот такой простейший механизм бозона Хиггса, он, значит, приводит к тому, что если посмотреть квантовые поправки к массе бозона Хиггса, то они оказываются пропорциональны квадрату какого-то масштаба, какой-то возможной новой физики, которая тут бегает. И оказывается, что эти поправки, они вот так вот сильно, то есть квадратично зависят от этого масштаба. Ну, казалось бы, ну и что? Ну, квадратично. Но на самом деле, когда есть вот такая вот очень сильная зависимость от нового масштаба, ну а мы никаких новых масштабов, кроме как гравитационные, а это масштаб планка 10 в 19 ГФ. Представьте себе, мы вот сюда бы 10 в 19 ГФ подставили, то тогда поправка к массе бозона Хиггса намного больше самой массы, и мы просто не понимаем, почему тогда этот бозон вот здесь, на 125 ГФ, почему он не убежал? Потому что у него масса не убежала туда, к массе квантов. То есть нет никаких объяснений в стандартной модели этого явления. Ну и это называется такими культурными словами, это называется проблема иерархии или проблема натуральности. То есть вот когда что-то намного меньше характерного масштаба, это, говорится, ненатуральная ситуация. Ну и, казалось бы, для других частиц тоже могла бы быть эта проблема. Но для всех других частиц, кроме бозона Хиггса, этой проблемы нет. Потому что есть симметрии, которые запрещают вот такие вот сильные зависимости от масштаба новой физики. Какой бы она ни была. Ну и как бы вот что-то нужно в дополнение. Ну и видите, тут эти поправки можно засчитать, не важно, как это делается технически. Но если потребность, чтобы вот эта поправка была бы не больше, чем, собственно, масса, сама масса бозона Хиггса, то получается, что вот этот масштаб должен быть, ну, где-то поменьше ТЭЛа. А это уже та область, которая начала во всю исследоваться на Большом Адронном Калайдере. И ничего нового не найдено. Это уже, когда я отметить, такое небольшое напряжение. Теншн. Теншн между ожиданиями и... Ну, это вот одна из проблем, на которой сейчас очень большое количество групп экспериментаторов и теоретиков работает, размышляет. Ну вот, на этом я заканчиваю. Это мой последний слайд, который говорит о том, что вот на ТВС, как вы знаете, ну, или Большой Адронный Калайдер, или Ваш Адронный Калайдер. Исследование только начали. В новой области теоретных энергий, которая называется ТАРАСКЕМ, вот эта область. Ну и, возможно, мы стоим на пороге новых открытий. Видите, вот здесь вот этот ученый выписывает такие простые формулы и говорит, что в этом месте мы хотим отметить, что уравнение прекрасно упрощается. Понимаете, как-то стандартная модель, она действительно в этом смысле проста. А вот те расширения, которые многие, о которых сейчас говорят, вот они часто вот такого сорта. Но, видите, какой же будет следующий шаг, куда мы перейдем дальше, это большой вопрос. Ну все. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...